Большая честь, конечно же, перед вами выступить на собрании. Хотел бы два слова сказать о специфике моего служения. Я, конечно же, огромную часть жизни я трачу на то, чтобы помогать Израилю. И ваша община одна из немногих, которая оказала колоссальная помощь нам в последних 18 лет. Спасибо большое, Церковь новая жизнь. Но также большую часть жизни у меня занимает библеистика, наука, которая занимается не только вопросами интерпретации священных текстов, но и их происхождение, текстологическими вопросами. Ну, короче говоря, мы на библейской школе немного касались этого. Поэтому мои обычно проповеди, они содержат обязательно некий исследовательский элемент. Он требует интеллектуального напряжения, но я постараюсь, чтобы это не было слишком заумно. Хотя удерживать себя в рамках непросто. У библистов есть свои издержки профессии. Это сложный язык какие-то, заимствования, неологизмы, сленг такой специфический. Попробуй, чтобы это было меньше, но если это будет выскальзывать, не почтите это за снобизм или какую-то, в боже упаси, издевку. Просто еще не научился удерживать это все внутри себя. Вы знаете, я хотел бы начать исследование очень хорошо нам известного места с такой истории из моей практики. Я общаюсь, конечно же, с разными верующими. Среди моих друзей есть разные ребята, в том числе предприниматели. И вот на одной из встреч я задал такой вопрос. «А где вы себя видите через 10 лет?» Ну и довольно ожидаемый был ответ. «Мы видим себя в рулях крупной фирмы, предприятия, которая работает как отлаженный механизм, дает сотни рабочих мест. И нам уже не надо ежесекундно контролировать все. Оно все работает, отлажено, как часовой механизм. Надо только наблюдать, наслаждаться результатами труда». Ну, хороший ответ. В общем-то, любой мужчина бы тоже этого хотел. Не скажу, что мне бы не хотелось, как евреи шутят, что есть два вида испытания. Испытание бедностью и богатством. Но нам всегда почему-то хочется испытания богатством. Хотя, опять же, раввины добавят, что испытание богатства много посложнее, но мы-то не из робкого десятка. «Давай, Господь, что там у тебя потруднее». Ну, в общем, я задал еще один вопрос моим друзьям. Я говорю, ну тогда, а принципиально ваша система ценностей, она чем отличается, по-русски сказать, принципиально тогда вы чем отличаетесь от людей неверующих? Потому что, в общем-то, если мы сделаем некий соцопрос людей, которые ходят сейчас там за стенами прекрасного вашего молитвенного дома, можно так называть? Да. То мы увидим, что, в общем-то, все они мечтают о том же самом. В чем тогда наша принципиальная разница? И мне был правильный ответ. Сразу скажу, ответ правильный, но неполный. Ответ был такой, так главное же я христианин. И это правильный ответ. Но в чем его неполнота? Я такой пример приведу, который, конечно же, может быть на определенный момент или в определенных условиях довольно болезненным, потому что сфера очень серьезная. Сфера отношений, полов. И в определенный момент все девушки, почти все мальчики, юноши хотят что? Не хочу учиться, а хочу, как классика советского, в советской мультипликации, хочу жениться. И поэтому в определенный момент, конечно же, для прекрасной половины нашего христианского общества это может стать очень серьезным, ну, не проблемой, а желанием, потребностью. И в этот момент и для тех, и для других, и для юноши, и для девушек можно сказать, что главное мне выйти замуж, главное жениться. И вот такое счастливое обстоятельство сложились такие, и они обретают спутника своей жизни, и они, вот не знаю, оставят хупу, вот такую штуку еврейскую, как это, арка такая, вот. И они стоят под хупой, распрекрасные, всем своим видом декларируют, кричат, манифестируют на весь белый свет и на весь духовный мир. Все! Что они кричат на момент? Я жена! Ю-ху! Понимаете? В этот момент они всем своим видом говорят, все, главное, я жена. И он тоже, все, я муж. Мой вопрос. Скажите, сколько дней можно вот покричать, главное, я жена? Вот с некоторой стороны и по старой русской традиции два дня. По современной. Один денечек можно покричать. Нормально, но если ты будешь потом дальше посоветовать, все, главное, я жена, главная жена. Не хочу развивать эту мысль, вы уже, я думаю, уверенно схватили прагматику этой идеи, что оказывается на второй день этот вопрос начинает резко вымещаться другим вопросом. Каким? Не главная я жена? До этого момента да. По-хорошему, это идея фикс. Это должно быть реализовано, потому что такая фундаментальная потребность человека. Но на второй день сразу он вытесняется другим вопросом. Главное, теперь, какая я жена? Правда же? Вот с детьми то же самое. Если длительное время там нет детей, так ты все, все мысли у тебя так, главное родить, родить. И вот оно рождается, дитя. И ты можешь вот, ладно, неделю тебе даем, неделю можешь кричать, все, я отец. Но со временем, причем не так много надо времени, чтобы это понять, ты начинаешь понимать, как со родить, это еще, ну, для кого-то посложнее, попроще, но это даже не полдела. Есть такие специалисты, которые могут много это делать, регулярно. Вот. Но мы не всегда их героизируем, потому что возникает другой очень важный момент. Как ребенок родился, начинаешь понимать, так, главное не просто, что я отец, а главное, какой я отец. И все это замещается или трансформируется в вопрос, а, так мне надо стать хорошим отцом. Как быть хорошим для него отцом? Как суметь веру передать? Правда же? Родители, бабушки, это все меня поймут, я не думаю, что надо здесь дополнительно что-то пояснять. Возвращаемся к моему вопросу. Мы сейчас будем текст известный нам исследовать, где все это будет то же самое. Ну, у нас там будет чуть-чуть углубленное исследование оригинальной греческой основы. Кому это будет сложно, просто передохнете в этот момент или перетерпите. Возвращаемся к моему диалогу с моими друзьями. Да, правильный ответ. Главное, я христианин, но не стоит забывать, точнее, стоит помнить о том, что наша задача перед Богом не просто как-то вбежать, войти, вползти, не знаю, вкарабкаться в Царство Божие. Писание однозначно, четко и ярко говорит о том, что у нас есть задача быть хорошим христианином. Каким? Плодоносным. Пребывать на Боге, но не просто держаться за Него, а приносить многие плоды. чтобы плод пребывал. Еще в Евангелии Тана также, только что это слова из Евангелии Тана, есть такие слова. Тем прославляется Отец наш Небесный, что вы стали моими учениками, и что? И приносите им многие плод. Писание призывает не просто быть частью Царства Божьего, причем в этом смысле, и я буду об этом еще раз заострять внимание чуть позже. В этом смысле нет наших усилий. В этом есть только наш внутренний порыв ответить на Его божественные усилия, Его спасительная благодать. Это Он все сделал. Я лишь отвечаю на Его подвиг. А вот где нужны наши усилия, это как раз в нашем добром и многом плоде, через которое мы прославляем Отца. Поэтому надо помнить, что нам не только важно быть христианином. Это по большому счету вот и Его божественная заслуга. Благодать мы называем. Вспоминаем 2 главу Кефесином. Спасены по благодати, сие Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился. А вот наши усилия это плодносить. И надо помнить об этом. Главное, вот пока ты не христианин, последнюю, для первого пункта последнюю мысль такой итог сформулируем. пока ты не веришь в Бога, все справедливо, правда. Главное для тебя стать христианином. Но как только ты стал со второго дня, помни, твой вопрос стать хорошим христианином. И вот здесь у меня в моих исследованиях целая тема, большая такая, общая, многих мест Писания, которые я исследую в поддержку этой темы, как быть хорошим христианином. Это, конечно, невозможно без служительства. И вот один пунктик номер один, что нам может помешать быть хорошим христианином. Хорошим, точнее, даже не христианином. Ладно. Чуть позже я вернусь к этой мысли. Давайте уже откроем текст, который мы будем читать. Евангелие от Матфея. У меня почему-то Луки открыто. Сейчас скорректируемся. Товарищи ретрограды, кто пришел с бумажными библиями, открывайте. Новоделы и модернисты, открывайте свои электронные версии. Крутые, открывайте свои айпады, айфоны. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. Мысль начинается. Препятствий быть эффективным, благословенным, плодотворным, плодоносным христианином, служителем Божьим много. Основных я выделяю два. Вот о первом поговорим сейчас, а о другом, не знаю, может, когда-нибудь дадут Господь, если еще позовут, если чем-нибудь не наговорю, сейчас не то, то в следующий раз о другой препятствии в виде домашних, которые нам враги. Ну ладно, не будем все секреты открывать сейчас. 19 стих. Не собирайте, или можно даже корректнее перевести из греческого, не копите себе сокровищ на земле. Скажите, это вот как бы, много ли здесь сослагательности? Ну то есть я сейчас приведу пример. Если бы это было смягчить сослагательное наклонение, то получилось бы так. Ну как бы было бы неплохо, чтобы вы не всегда так много внимания уделяли бы проблеме богатства на земле. Здесь же императив, повелительное наклонение довольно радикально, прямо и конкретно. Не копите. То есть не занимайтесь этими вещами. Мы почему-то склонны это нивелировать, вот это, как бы эти вещи упрощать. Почему? Потому что нам хочется всем испытания богатством. Помним этот еврейский юмор со смыслом. Не копите. Вполне конкретно и в Ветхом Завете есть такой довольно серьезный текст следующего содержания, что нечестивым Бог дает заботу копить. Я оборвусь здесь умышленно. Заботу копить, собирать богатство. Иногда накопительство это является или способность к накопительству, даже я скажу, тенденция к накопительству, собиранию. капитала. Это может быть признаком неблагочестивости. Достаточно. Я не хочу здесь развивать. Сэкономим время на более принципиальные моменты. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моли, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Но для нас моли уже не актуальна. Мы эффективно научились с ней бороться. Ржа или ржавчина нам тоже не страшна. Мы научились деньги нержавеющие делать. Как-то мы не чувствуем вот это, понимаете, вот актуальность. Я бы сказал, где нету кризисов, где нету котировок на нефть, то он уже как-то нам ближе, где нету курсовой разницы, валютных всех дел и больших экономических кризисов. Вот кризисы, мы же сами люди, я вижу здесь в основном люди зрелого возраста, мы-то уже на своем веку видели несколько очень серьезных кризисов. Очень серьезных. Я вот сейчас хочу сразу немножко отойти, вернуться к истории, напомнить, что мы-то уже видели такие трагедии, когда человек огромную долю своей жизни вложил на то, чтобы собрать определенный капитал на сберегательной книжке сберегательного банка СССР энную сумму для того, чтобы было либо в пенсии полегче, либо потомкам своим помочь. И вдруг в один момент, в августе 98-го года это все превратилось в маленький пшик. Есть такие проповеди, что надо создать подушку, инвестиционную подушку безопасности. Есть очень большая опасность, что в один миг, так как мы не можем влиять на экономические процессы, это я вам уже как экономист, деломерно скажу, на макроэкономические процессы никому из нас не дано повлиять. Поэтому в один момент наша подушка безопасности все равно может превратиться из подушки в маленькое перышко безопасности. И нам будет очень не просто обидно, а горестно, потому что эта подушка безопасности это не просто денежки, это наша жизнь. Это до душу время вложил, которое невосполнимо. Время невосполнимый ресурс. И это не просто мы теоретизируем. Это на нашем веку все происходило, правда же? Ни у кого не это, инвестиции-то не пропадали ваши на счетах, что ли? Ладно, не будем сыпать соль на сахар. Это все реалии наших дней. И ты можешь быть экономическим гением просто, экономическим гением, но предугадать каких-то макрофундаментальных разворотов в экономике в виде кризисов, толчком, которым может случиться что угодно. Новое открытие, которым пытаются противостоять владельцы углеродных месторождений. Или катаклизмы. Все сразу поменяется в этот день. И твое состояние превратится в ничто. Вспомните, есть очень гениальная, две гениальных мысли, скажу. Одна пугающая нас в Ветхом Завете. Мы ее не любим, вообще не любим. Это когда Соломон, если не ошибаюсь, поправьте меня, могу ошибаться, говорит, что не сильный там, не смелый, не гениальный, а всему время и случай. Это, конечно же, метафора. Он не одухотворяет какую-то фатун, какую-то судьбу. Под этим подразумевается, конечно, Господь Бог. И ты можешь быть гением, еще раз скажу, экономическим, но в один момент, время и случай, все это превратит ровным счетом в ничто. В Новом Завете тоже самое, есть только прям конкретной притче. Иисус рассказывает про Питера Дэниелса той эпохи, который молодчина сумел. Мы бы сегодня ему дифферамбы бы пели, аплодисменты бы ему, наши посвятили. Наверное, приводили бы его в пример. Вот смотрите, как надо инвестировать. Человек же не бездельник, трудился, мозгами своими пошевелил, напрягся, создал такую себе подушку безопасности, что его мечта осуществится и осуществилась. Какая? Пожить на проценты от процентов и не работать больше. Он все на это положил, чтобы настал момент, когда он мог бы все просто наслаждаться. Молодец, правда же. Наверняка это стоило ему каких-то, предполагаю, колоссальных, возможно, усилий, напряжения интеллектуального, может, даже аскезы, отказа от каких-то удовольствий для того, чтобы достичь этой точки X. Он ее достигает, но даже не ирония, а трагикомедия, трагизм. Это и притча в том, что в ту же ночь его душа отлетела. Скажите, кто из великих может предугадать свой момент, добавить дня жизни? Это же, ну это же без слез, нельзя на это смотреть. Человек всю жизнь положил на то, отчего не смог попользоваться. По-другому прожил в никуда. Есть такая же история в Евангелиях или нет? Или я ее придумал, да? Помните? Все. Бедолага. Все он сделал классно, но не попользовался. Вернемся. Так вот, эта Ветхозаветная мысль всему времени и случая, она гениальна. Божественном. Потому что она возвращает нас к упованию на Бога, а не наши интеллектуальные, физические или какие-то еще усилия. Если мы уповаем на наш экономический гений, это в общем-то в некотором смысле мы делаем плоть основанием. Это мы уповаем на человека. Конечно, есть другая крайность. Я немножко радикализирую, чтобы я что-то представляю. Другая крайность это безделие, бездействие и ленность. Мы не про это. Мы всегда должны полагаться на Бога. Я убежден. Вот это я уже выводы свои забегаю, хотя самое интересное только сейчас начнется. Наберите терпение, кто не убежит, обязательно будет маленькое открытие сегодня. Я забегаю вперед, но я скажу, что я убежден, это часть моей веры, что человек, уповающий на Бога в ключевой момент обязательно Господь ему подскажет, что надо сделать. И в тот момент, когда все будут нищать, он сможет оставаться на плаву. В моей жизни были такие случаи. Причем они происходили сверхъестественно. один раз во сне. И вот последствия этого решения, я просто встал с убежденностью на принятие такое решение очень серьезное, просто решение, которое связывало меня определенными обязательствами и финансами на 20 лет. По-человечески я бы не решил. Я такой, в этом, простите, хоть и соображаю неплохо, три университета успел поучиться, отучиться, но я такой труслив на вот эти порывы какие-то. Я вот по старой поговорке семь раз об дверь, один раз об рельс. Вот надо, понимаете, 77 раз надо отмерить. Пока я все это отмерю, рынок давно развернется, уйдет в другую сторону, поэтому я за ним не гоняюсь. И в этот момент ночью просто я встал, сделал только сейчас, по прошествии 10 лет, я понимаю, это было, ну не микро, а мини, окно для столь удачного решения. Микро окно. Кто его знал? Время и случай. Господь Бог. Вот я верю в человека, уповающего на Бога, такие вещи будут происходить. Брат прекрасную историю при Иосифе рассказывал, Бог эти все регулирует. Ну вот дальше, наконец-таки, спасибо, что вы дотерпели, вот дальше начинаются очень принципиальные вещи, я попытаюсь побыстрее двигаться, не так тормозить, как я сильно, короче говоря, домашнее задание, порассуждайте на домашней группе, что же такое сокровище на небесах. И вот дальше 22 стиха, светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно, и так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма. И дальше, говорит, никто не может служить дом господам, и он переходит к рассуждениям о мамоне. Если вы следите за логикой повествования, у вас должно было возникнуть ощущение, что Иисус перескакивает с одной темы на другую, и потом возвращается. Поговорил немножко о финансах на окопительстве, потом про чистое и нечистое око, потом решил опять вернуться к теме мамоны, и может сложить такое впечатление. Я все сейчас в одну минуту вам гармонизирую. Дело в том, что есть такое понятие, как идиомы, идиоматические выражения, фразеологизмы, они во всех языках, культурах существуют. И в русском языке тоже. Если мы обратимся к иудейским комментаторам, то мы заметим, что в иудейской культуре есть такое понятие, как чистое око и нечистое. Что они под этим подразумевают? Очень просто. Не хочу много тратить вашего времени. Они этим называют чистое око это человек щедрый, а нечистое око это человек жадный. Все очень просто. Он просто идиомами говорил, особенно это же Евангелие от Матфея, кто из... Исогогику, обещал же этих слов не говорить, кто изучал немножко происхождение Евангелия, адресаты, аудитории, которые все было адресовано, тот знает, что Матфей писал иудеу, христианской аудитории, которые хорошо понимали языковые особенности еврейского народа. Даже в русском языке, какой у нас аналог в русском языке? Мы иногда говорим, что глаз может быть каким? руки могут быть загребущими, маловато будет, а глаз может быть завистливый. Но это не проблема глаза, да? Что я весь нормальный, у меня глаз дурной, понимаете? Я вообще хороший. Внутри я просто ангел, белый, пушистый, глаз негодяй. Он такой завистливый. Конечно же, проблема не глаза, это не к офтальмологу претензии. Проблема, что мозги надо менять, условно говоря, внутренним человеком разбираться. Поэтому, когда Иисус говорит, оторви руку, вырви глаз, мы этого не делаем. Совершенно справедливо, правильно? Потому что, если рука меня соблазняет, и я ее оторву, то проблема не будет решена. Не то, что она там дальше поползет, а я такой останусь святоша. Поняли, да? Там надо разбираться. Это метафора, это просто идиоматические выражения. Вырви глаз. Проблема не будет решена. Нечистота внутри. Все, я думаю, что не надо ничего дальше иллюстрировать здесь. Возвращаемся к этим словам. Вот как мы иногда говорим, руки загребущие, это понятно, с душой у него проблема, не с руками, что он не может рефлексы свои контролировать. Нет, он душу свою не может привести в порядок. Глаз завистливый, А в юдейской культуре нечистый глаз и чистое око. Чистое око человек щедрый, нечистое, жадный. Так вот, какова прагматика слов Иисуса Христа? Он намекает и говорит, что из-за проблемы скупости, жадности, тенденциям к обогащению, это может проецироваться на все сферы жизни. Все тело становится из-за этого. Это одной проблемой, все тело становится нечистое. И заметьте, у человека он может быть и хороший, и все, но если он жмот, то это отравляет его сферу отношений. С этим у этого человека нет друзей, потому что надо не сто рублей, а надо сто друзей. Это как-то на противоположных чаше весов. Чаще всего одно исключает другое. Как чаще всего жадный человек не дружественный, потому что дружба большая ответственность и требует жертвенности. Понятно, при чем здесь чистое око, нечистое око. Давайте сделаем вот, наконец-таки, мы подходим к самым принципиальным и существенным вещам, которые, уверен, мы читали множество раз, но несколько нам давайте несколько новые грани откроем с вами в хорошо известных нам текстах. Никто не может служить двум господам. Тот же радикализм, та же конкретика. Никто, значит, по старой нашей любимой харизматической трактовке совсем никто из тех, о ком дальше пишется. А о ком дальше пишется? Смотрите, никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, другу любить, или одному станет у сердца, а другому не родить. Внимание! Не можете служить Богу и мамоне. Я конкретизирую, точнее, акцентирую наше сейчас внимание на очень, на мой взгляд, сущностной вещи. Здесь не противопоставляется Бог и мамона. Я даже более того скажу. Мамона не только, не столько угроза спасению. Мамона скорее, ну, не в первых рядах из врагов вхождения в царство Божие. В смысле спасения. Мамона здесь не противопоставляется Богу и вере в Бога. Что чему противопоставляется, скажите мне, пожалуйста. Есть у вас честь под глазами? Или нету? Что чему противопоставляется, кто ответит? Я, правда, сегодня не захватил подарков, которые обычно с собой беру, призов и называю, за правильные и хорошие ответы. Сегодня просто моральное поощрение за правильный ответ. Конкретно по тексту вы можете мне ответить? Вот здесь был правильный ответ. Служение одно другому служению. Это несколько иная сфера. Я поясню. Я сейчас вернусь. Давайте я вам другую историю приду, хотя у меня куча историй в голове, но я чувствую, мне надо полаконичнее быть чуть-чуть. Все-таки конец рабочего дня. Помните историю с юношей прекрасным? Мы все ему завидуем немножечко. Молодой? Десять заповедей? А, для него это детский уровень, он это с юности сохранил. Что, десять заповедей? Это с детства. Это давно пройденный этап в моей жизни. Недостижимые высоты. И при этом еще сильная и распрекрасная черта, он был богат. Он задает Иисусу вопрос, какой? Вспоминайте. Конкретно, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Его вопрос состоял в жизни вечной. Иисус Иисус в ответ на вопросы достижения жизни вечной отсылает его к десятью заповедями, которые правильно назвать будет десятисловию. Потому что это не десять заповедей, а десять категорий заповедей. То есть к закону абсолютно справедливо. У нас все то же самое. В ответ на вопрос, как мне спастись, мы должны обратиться к закону, но закон божественный, Божий закон был исполнен для нас в Иисусе Христе. Он исполнил его, и только благодаря этому мы через Иисуса Христа оправданы, потому что Он вместо нас, за нас исполнил его. Это все то же самое, только для нас в Иисусе Христе это вот таким образом предстоит. Обратите внимание, то есть в вопросах жизни вечной это один уровень, а дальше смотрите, какой разговор идет. Вообще история очень интересная, требует отдельного разбирательства. А дальше Иисус ему говорит, прекрасно, но если ты хочешь быть совершенным, совершенство это несколько другая ступенька, согласитесь с мной. Возвращаемся к моей первой мысли. Одно дело стать христианином, а другое дело стать совершенным христианином, совершенствоваться, вспомнили? Это другая ступенечка, это вот если хочешь быть совершенным и что еще? Вспомните. И иметь сокровища на небесах награда, награда за что? За наши усилия. Вот тогда он говорит, ты должен продать имение и следовать за мной. Запомните, я одну мысль вам скажу, которая может быть когда-нибудь еще вернусь. Следование, все, что читаем в Новом Завете, в Евангелиях, следование, это синоним понятию ученичества, а это в свою очередь на современном языке означает не просто христианство, на современном языке следование, ученичество означает служительство. Запомните это. Потому что у нас здесь некорректное представление, мы учеником готовы назвать любого, кто пришел, сел на стучек, говорит, я тоже верю в Иисуса. Прекрасно, ты в Царстве Божьем, это Бог для тебя приобрел, но учеником ты становишься только когда начинаешь за Ним следовать. То есть мы скажем в современном языке служить. Давайте я еще одну мысль вам скажу, потому что она принципиальная, и потом мы прям поскачем. Русские долго запрягают, но потом должны же когда-то быстро такая довольно сырая мысль, не оформленная, не пересказывать ее, никому не ретранслировать, потому что я еще в процессе осмысления. Это сложный такой богословско-библистический вопрос, потому что в Новом Завете понятие Царства Божия может быть использовано в двух как бы в двух контекстах. Один из контекстов, что это синоним понятия спастись, войти в Царство Божие, то есть спастись. А в другом смысле войти в Царство Божие, это значит переживать его, это значит стать частью его, жить по законам Царства Божия и быть проводником его. Здесь я могу много что говорить, но надо себя, буду себя дисциплинировать и скажу только вот такой пример. Когда он говорит, что богатому трудно войти в Царство Божие, если мы это будем расценивать и понимать как вхождение в жизнь вечную, тогда вхождение в жизнь вечную это вопрос усилий, потому что если кому-то труднее, значит кому-то легче, значит это как-то по усилиям этому напрягся, этому легко. Описание однозначно. Павел эту мысль очень конкретно развивает, говорит, не-не-не-не-не, это не от усилий, это божественный дар. Вне зависимости от толщины кошелька, все, что надо, это внутренний порыв, ответ, то, что мы называем вера. Ну, исповедовать ее надо, обязательно. А усилия, они определяющую роль начинают играть только в вопросах эффективности моей. Какой я христианин? Переживаю ли я царство? Иисус, что говорит, царство Божие, оно где? Спасибо, это был тест, чтобы еще здесь, благодарю вас. Он говорит, царство Божие, уже, видите, он в каком контексте говорит, не говорит, что мы уже, вы уже все там, на небесах. Он говорит, оно внутри вас. Павел говорит, царство Божие, не пище и питье, но праведность, мир и радость в всем духе. Мы должны это переживать с вами здесь? Да. Поэтому я предполагаю, что в части случаев, это сложный момент, надо контекст смотреть, контекст определяет. В части моментов, там, где говорится о царстве Божьем, в данном случае, я предполагаю, это довольно радикально сыро, но я предполагаю, что в данном случае, где говорится, что богатому трудно войти в царство Божие, это не вопрос спасения, потому что это божественные усилия, которые уже давно были в Иисусе совершены для всех богатых и бедных. Это вопрос, будет ли человек полноценно переживать частью Царства Божьего? Будет ли он проводник его? Будут ли результаты движения Царства Божьего внутри его? И вот здесь богатство является одним из важнейших врагов. Их несколько, как я сказал, но сегодня мы разбираем по цифре один. Не по важности, а просто в порядковом смысле. Возвращаемся к нашим рассуждениям. Еще раз скажу вам, мамона, это не просто угроза спасению или Богу, это вообще, это вообще богохульно сопоставлять мамону и Бога. Служение мамоне является колоссальной угрозой нашему с вами следованию за Иисусом, ученичеству, а на современном языке мы скажем, служительству Богу. На этом уровне, когда Иисус предложил ему, хочешь быть совершенным, иметь сокровища на небесах, хочешь быть хорошим христианином, а не просто христианином Царствии Божьим, не просто жизнь вечную, а быть плодоносным, вот тогда имение твое, которое требует ежесекундного контроля и внимания, чтобы оно не разорилось, станет для тебя конкуренцией твоему желанию следовать за Иисусом. Ты не сможешь быть учеником, служителем, заботиться еще о каком-то имении. И уж, конечно, не стоит ожидать какой-то награды на небесах. Понятно, что я тут на это, на выкладывал, да? Я не сильно кричу на вас? Нормально? Это я никогда не замечаюсь, я не контролирую. В какой-то момент, мне кажется, вы можете уже тихонечко разойтись, а я буду дальше продолжать. Вот. Ну ладно. Давайте еще, вот теперь самое, самое интересное, спасибо, что вы дождались. Мне кажется, самые интересные моменты. вытерпите еще пятнадцать минуточек меня, хорошо? Посему говорю вам, переходит он к выводам, не заботитесь для души вашей, что вам есть, и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Здесь для меня, и потом он дальше, я умышленно перескочу один отрывок, мы потом к нему вернемся, нам его нельзя сразу понять, мы его потом ретроспективно поймем. Тридцать первый стих. Итак, не заботьтесь и не говорите даже, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Тридцать первый стих. Какую я вижу здесь проблему? Проблема синтаксическая, или лексическая такая, больше. Вы бываете голодны? Поститесь иногда? Я тоже иногда, не часто признаюсь вам, но бывает. И в этот момент, в момент поста нельзя идти где? Нельзя идти мимо Макдональдса, нельзя проходить. Потому что ты идешь и замедляешься, и там до диафрагмы, прям пытаешься все эти пару молекул, калорий высосать из воздуха. У тебя все, у тебя взрыв мозга, все рецепторы обостряются и просто визжат. Еда, еда, еда. И я в этот момент говорю, не думай даже, что тебе поесть. Не надо, ляг поспи, у тебя все пройдет. Или жажда. Ну, бывало такое у вас? Забыли воду, целый день на жаре, окучиваете что-нибудь, а воды нет. И потом все мысли ваши о чем? Об этом распрекраснейшем, наичудешнейшем веществе во всей вселенной, с самыми фантастическими вкусовыми качествами под названием простая водопроводная вода. Правда же? И в этот момент нет ничего приятнее нескольких глотков. И вы вот прям жаждете. А я вам говорю, не-не-не-не-не-не-не, ты что? Ты что? Не-не-не, даже не начинай думать, что тебе бы попить. Не-не-не-не, ты что-то не тем занимаешься. А в мороз, когда до косе пробирает, и хочется заскочить, погреться. Ну, что начались заплотские-то дела? Что значит погреться? Не думай об этом. Не надо, расслабься, беги себе весело припевая. Я утрирую, конечно, я утрирую. Но для меня это не было понятным, пока я не опустился на уровень ниже, на уровень греческого первоосновы и начал там исследовать. Потому что просто-напросто синодальные переводчики чуть-чуть ошиблись здесь в наклонении. Я напомню, наклонения бывают глаголов, греческого языка, в русском языке все то же самое. Нескольких видов. Как я сказал, изъявительный индикатив, бывает повелительный императив и бывает сослагательный конъюнктив. Еще в русском языке есть желательный, я не помню, что это такое. Давайте, чтобы вы поняли разницу, потому что мы, конечно, уже это все помним, но забыли. Вот, оксиумарон получился. Что такое наклонение? Вот я пришел к вам в гости, в Диме. А, вот сегодня же такая ситуация была. Он говорит, ну что, чай будешь? Я мог Диме ответить в чисто изъявительном наклонении. Что я мог ответить ему? Буду. И добавить повелительное наклонение. Какое? Наливай! Поживей! Пошевеливайся. Повелительное наклонение. А мог ответить ему и в сослагательном наклонении. Я ему так. Ну, поел бы, ой, попил бы, что, в общем-то, я и сделал. В сослагательном наклонении я сказал, ну, попил бы зеленого чайку, поэр будешь. Ну, давай. Не отказался бы. Что это значит, не отказался бы? Это значит, что если бы я не налил никакого чая, я бы даже не обиделся и уж точно не помер бы. Это уж точно, я вам говорю. Потому что если бы я жаждал реально, у меня все было бы только в императиве. Поскорей, быстрей, прям срочно, а я уже иду. Понятно, что такое наклонение? Поел бы. Что значит поел бы? Это значит, что в моем животе и уж в моей крови какие-то калории уже есть. Какая-то пища там лежит. Я не умираю с голоду. Нет, мы отметаем те нюансы нашей русской традиции, когда даже ты, если умираешь от голода, ты делаешь такой благодушный вид. Ну, не, не, не буду есть, не буду. И первый раз надо сделать. Не, не, да я не хочу, да спасибо. И ничего, что ты потом три добавки съел. Ну, надо вот поприбедняться вот где-то, не знаю как это. Это в нашей культуре. Я работаю в Международном христианском фонде, много с иностранцами, быстро вылечился от этой, от этих, нюансов. Потому что если ты будешь там прибедняться, ты всегда будешь голодный. Все очень просто. Поэтому я сразу, буду, значит буду. Самое просто в этом смысле. Возвращаемся. Здесь, в оригинальном греческом языке, я уже не буду вам читать, ни к чему это, но есть явные признаки сослагательности, конъюнктивности. То есть, правильнее это переводить сослагательное наклонение. Тогда все становится на свои места. Вот здесь, теперь все, что я наговорил, вы можете забыть, а вот это запомните. Это очень, очень важная грань понимания слов Иисуса Христа, которые, возможно, мы до этого недопонимали. Переселено так. Не говорите, что бы мне попить, что бы мне поесть и во что бы мне одеться. Это что означает, вы должны понять? Это означает, что у человека уже есть, что есть, есть, что пить, есть, что носить. Может быть, это старые, не подшитые валенки, но они есть. Вы поняли? А он сидит, ой, мне бы. Вот эта частичка бы, я называю ее сослагательный монстр. Или монстр, сослагательная частичка бы. Да если. Вы сейчас все поймете. Я хочу еще один текст, очень важно вам прокомментировать, и потом будет по скрипту. Как раз уложимся. 33 стих. Да, зря я перескочил, давайте чуть-чуть после 31 читаем. Итак, корректируем уже. Не заботьтесь и не говорите, что бы нам поесть, что бы нам попить и во что бы нам одеться, потому что всего этого ищут язычники на современном языке, мы скажем, потому что ради всего этого живут люди неверующие. А мы, если хотим быть святыми, что такое процесс освящения? Святой и безгрешный это разные понятия. Не все чувствуют нюансы. Безгрешный понятный, человек, который не грешит, это только Господь Иисусом. А святой это человек отделенный. В еврейском языке кадошием, глагол отделять, кадош, отделенный. Ну вот я тебе простой пример. Есть в церкви, например, чаша для вечери. Сейчас, конечно, мы все такие маленькие, но может у вас тоже есть какая-то общая такая большая, красивая, я не знаю, как ваша традиция. Мы тоже перешли на одну такую большую с маленькими, а раньше были такие. Как бы вы посмотрели, сказал, что вы, Дим, слушай, у нас завтра там день рождения, денюха, дай нам эту вот эту штуку вашу большую, мы чайку там погоняем в ней. Что, дадите чайку погонять? А что такого? Ну подумаешь, попил, помыл. А что вы почувствуете в момент? Вы почувствовали десакрализацию, профанацию, или по-русски обесценивание. Не-не-не-не-не. Она у нас отделена от такого суетного употребления. Если начнем с нее чаечек гонять, она у нас станет у нас, перестанет вот эта святость, особость. Почувствовали, что такое освящение? Святое это то, кто отделен Богом для особой жизни. В чем наше отделение, если наша система ценностей остается такой же, как у людей неверующих? Они живут ради этого монстра бы, мне бы. Почти без исключения. Все поражены проказой гедонизма. Жизнь ради удовольствия. Жизнь коротка, берет жизнь и все. Вот девиз гедониста. Придите в Википедию, посмотрите, что такое гедонизм. Все. И если я начинаю жить, тогда вы как язычники. Если вы рассуждаете, ой, мне, чтобы мне поесть, чтобы мне попить, чтобы одеться, все. Вы, может, Царство Божие не теряете, потому что это дар. Но вопрос, каков вы христианин, остается. Будете ли вы нормальным служителем? Сможете ли вы служить Богу? И там еще есть одно, потому что знает это всего Отец Небесный, но мы к этому вернемся в нашем постскриптуме. Двенадцатый стих. Итак, во всем. Ой, я тоже читаю хоть? Не то. Зачем двенадцатый стих нам читать? Нам нужен тридцать третий. Очень прекрасный. Лучше самого Иисуса невозможно сказать. Ищите же прежде Царство Божие и правды. Ну, это слово греческое. Дикайо, сунен. Это может быть правильнее даже привести праведности. Не просто правды, а праведности, чтобы быть праведным. Праведность наша, запомните, состоит из двух сторон. Это оправданность и наше праведное поведение. И то, и другое должно быть. И эскатологическая оправданность Богом, и мое праведное поведение. Поэтому Павел говорит, в этом смысле только исполнители закона, римлянам вторая глава, признаются оправданными. Обе составляющие. Помните это. Ищите же сначала или прежде Царство Бога и праведность Его. Обратите внимание, что есть разница между словами только и прежде сначала. Если есть у вас люди, которые только Царство Божие ищут, Дима, вызывай 0-3. Это я называю духовная паранойя. Потому что это либо прям святоше, ему уже нечего делать на земле просто, если он только Царство Божие ищет. Потому что у любого нормального человека здесь много задач. Внуки, дети, школа, учеба, насущная. Правда? Это есть же в голове. Мы не можем вот об этом не думать. Или я уже просто параноик. Если я переструб об этом думать. Бог не против, чтобы это было в нас. Он просто говорит, транжируя это с ответственным порядком, прежде всего, ищи Царство Небесное и праведности перед Богом. И вот здесь еще очень важная вещь и, пожалуй, это последняя сложная вещь. Остальное все будет попроще уже. Просто сформулируем потом выводы и еще один принципиальный нюанс вам укажу. Тридцовский стих. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Я уверен, что все мы почти без исключения игнорировали этот текст в своей жизни, как христиане. Мы все думаем о завтрашнем дне. Мы патологически ожидаем черного дня. Мы внутренне готовимся к нему. Мы где-то заначки свои допрячем. Не заботясь. В каком смысле? Давайте я вам сейчас внесу, постараюсь, попробую внести некую гармонию в понимание слов Иисуса Христа. И так не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Пометьте себе, если кто-то фиксирует и любит что-то записать, запишите себе, что здесь еще одну маленькую корректуру надо в перевод внести. Переводов уникальных не бывает. Я как раз сейчас попросили в одно издание статью написать, я ее сдал в печать, надеюсь, опубликуют, про переводы, особенно переводы РБО, и я там отмечаю, что уникальных переводов абсолютно качественных не бывает. Любой перевод это всегда интерпретация. Студенты библейской школы мы с вами об этом говорили. Перевод уже интерпретация. Это не просто оригинальная передача оригинального текста. Так вот, здесь использовано слово не меримне, греческая забота, а греческая какие, что правильнее будет, корректнее перевести, что довольно для каждого дня его беды. Тогда только в этом случае все становится на свои места. Давайте сейчас попробуем этот вывод собрать, как пазлы. Я постараюсь соразмерить все это. Итак, это очень, 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 для меня лично это очень важные вещи, потому что они меня всегда останавливают в этой склонности жить, как все. Вот как нам водораздел отмерить, где нормальная забота о нуждах и ближних, а где уже служение мамоне? Очень просто. Если это уровень беды, и я могу назвать это бедой, никто к вам не в претензиях, я вот верю, и Бог к вам не в претензиях, если вы будете этим заниматься, надо это решать. Если детям нечего есть, это беда. Иди, дорогой, поучись у муравья, чтобы закрыть беду, иди поработай. Это беда. Но если это ты можешь сказать с частичкой «бы», то это уже не беда. Вот беды дня достаточно. Вы поняли, куда я могу спокойненько направить свои усилия, а куда не могу. Как проверить, вы поняли тест? Если это вы можете назвать бедой? Да, конечно, понятие беды это еще одно домашнее задание. В каждых культурах времена разные. Я сегодня бедой назову отсутствие памперсов и стиральной машины. Хотя люди послевоенные скажут, да какая это беда? Это чепуха. А я уже не могу, для меня это уже беда. Без этого, я считаю, невозможно жить. Ну и еще одна беда появилась, без интернета тоже нельзя жить, да? Это как-то вот уже все на уровне беды. Как только интернет отключили, у тебя прям внутри, ты не знаешь, что делать, все прям тухнем. Я иронизирую, но это уже становится для нас проблемой. Если это для меня не беда, а я могу это считать бы, а мне бы, починить бы, подклеить бы и все, чтобы, вот это, я сейчас вам еще одну мысль вам скажу. Сейчас мы к этому вернемся. Заметьте, что он говорит беды только этого дня, а не завтрашнего. Потому что для завтрашнего дня мы можем сходу сто вариантов беды придумать. Метеорит номер два Челябинский упадет. Надо бежать, что? Бункер копать. Побежали. Деньги откладывать на бункер. Что можно еще выдумать? Ну, советские люди выдумывали ядерную войну. Я как житель Азбеста все детство выдумывал, что вот-вот Белоярская атомная рванет. И мы там все, мы в 15 километрах. И мы все там с этой мыслью жили. Я где-то посмотрел и слышал, что дом на болоте ушел под землю. А я знал, что наши дома пятиэтажки, где отворительный мир рос, они на болоте. Я иногда засыпал с ощущением, что завтра эта беда постучится к нам, потому что я с утра проснусь, а я уже внутри в болоте. Понимаете? И можно выдумывать этих вариантов просто миллион. И начинать о них заботиться. Прям кучу можно выдумывать. А если я заболею завтра? А если смертельная болезнька не придет? Все. Иисус говорит, все, прекратите этим заниматься. Он говорит, никаких не выдумывайте бед завтрашнего дня. Не надо. Хватит вам беды этого. Понятна прагматика Иисуса? Иначе можно все потерять. Это вот пять минуточек еще, терпите. Это вот я часто летаю, сейчас слава Богу поменьше, а до этого я шутил, что я живу в самолете. И я засыпаю уже до взлета. Меня раздражают, когда конфетки перед взлетом разносят, потому что в это время я уже сплю. Все спрашивают, как ты так можешь? Не нервничаешь, ничего. А я очень просто объясняю. А что мне выдумывать какие-то ситуации, что случатся? Вот случатся, буду нервничать. От того, что я заранее о них понервничаю, что самолету легче, пилоту как-то спокойней. А что тогда мне сидеть, вот сейчас заранее все это выдумывать, что у него будет отваливаться там и так далее, как его будут трясти. Так я могу еще и вот прям сходу сейчас напридумывать. Молния сейчас ударит, еще что-нибудь, понимаете, хляби небесные, ось земная соскочит там. Тогда я в эту бы воюю и ложусь и сплю. Доверяю Богу, случится, буду нервничать. И вот еще один важный момент. Все, что, обратите, это последнее такое фундаментальное рассуждение. Именно все, что сверх этого водораздела, все, что мы можем сказать сбы, это только это время, только эти ресурсы и эти усилия я могу направить на служение Богу. То, что ниже, я не могу. Я должен закрыть беду. И мне кажется, Бог претензий на мне предъявляет. Но что, что сверх того, это именно и только это я могу направить на служение Богу. И именно это все пожирает этот монстр со слагательной частичкой бы. И если вы придете и поанализируете, то в точности я вам говорю, мы жизнь нашу прожигаем ради бы, как и прочие люди. Иисус говорит, нет. Иначе вы как язычники. Иначе вы как неверующие живете. Вы не отличаетесь. Бог вас спас, но в ответ вы не следуете путем совершенствования. Не двигайтесь по пути того, чтобы приобрести сокровище на небесах. Ладно, я закрываю Библию. Понятно, да, эти мои выводы? Точнее, выводы Иисуса, которые я вот так проинтерпретировал. А теперь я бы хотел сказать вот такую мысль. Мы с вами пропустили кусочек. Отметили? Перескочили. Если вот мы здесь остановимся, то может сложиться впечатление, что человек, который решил, что сверх беды этого дня все остальное, он прежде всего будет стараться вложить в Царство Небесное и формирование праведности божественной в своей жизни, то он обречен прожить жизнь абараванцам с неподшитыми сваленками. Еле-еле с воды на кашу. Бог говорит так. Это очень сложно. Это даже мистическая сфера. Но я вот все плюсы и минусы этой мистической зоны не желаю того, ну чему рад, вкусил. Есть вот такая удивительная территория. в которую я могу войти. Граница очень простая. Пока я сам свой комфорт и бы устраиваю, я вне нее. Я не могу пережить божественную заботу. И не ищите даже ее. И не ворчите тогда на Бога. Где, Господь, эти мерседесы? Где эти твои обещания одевать меня, как даже Соломон не одевался, чтобы он обзавидовался? Где это, как лилия поливая? Где? А он говорит, так ты не вошел. Пока ты сам, давай, старайся, но все плюсы и минусы, конечно, твоя заслуга и твой проигрыш. Но если ты принимаешь решение, беду решаю, но все, что остальное, я буду стараться, всю жизнь класть на алтарь служения, то есть следование за Богом, то есть ученичество, то есть совершенствование, то есть формирование многого плода во славу Бога, то есть богатство на небесах сокровища формировать себе, вот если я вхожу, отказаться от бы, тогда Бог говорит, вот тогда ты не будешь оборванцем, вот тогда я тебя так одену, что Соломон бы просто со стыда покраснел, как лилию, только это мое мнение, можно со мной соглашаться, но только тогда начинают вступать в свои права эти божественные обетования. Я в своей жизни это вкусил множество раз. Случайно я обнаружил, что я там оказался, а вы теперь эти две минутки еще вытерпите меня, а меня еще позовут потом, что я это, теперь это самое на две минуты. Я считаю, я стараюсь быть очень щепетильным в вопросе времени проповедования, но я просто, чтобы это не осталось сухой теории, хотел бы чуть-чуть из жизни привести вам вещи, которые я, не сказать, что я искал, но они стали происходить в моей жизни. Я не скажу вам, что я прям такой заправский какой-то служитель. Да, я там разные служения нес в церкви, в фонде Венезер я 18-й год уже, и это довольно непростое дело. Немало, немалая часть жизни. Но вот все равно первых там, ну условно говоря, 10 лет в Венезере, я все равно с таким ощущением был. Ну еще годик послужу. Ну ладно, Господь, давай еще виточек сделаем. Ну давай еще чуть-чуть, еще время есть, мне еще там 27, там еще успею, потом заработаю, давай еще разочек, еще чуть-чуть на тебя. 10 лет. И потом, я даже не могу сказать, в какой момент. Но мне щелкнуло в голове. Не знаю, я только, наверное, через 20 лет веры по-настоящему стал мечтать о служительстве. Это стало каждодневным пунктом моей молитвы. Господи, номер 3. Остальные пункты вам не открою секрет. Господи, пошли мне милости все дни жизни служить Тебе. Ну к этой мысли я через 20 лет только пришел, Вера. Последние лет 5. И я вдруг, какой-то, я сам не знаю, я помню этот момент, но я не знаю, как я к этому пришел. Мне кажется, все это вот тут Бог производит нас, хотения, желания вот эти. Я сказал, Господи, знаешь, я бы хотел всю жизнь на это положить. и начал искать, где мне учиться. Полтора года только искал. Потом 5 лет ни отпусков, ни свободных денег, никакого свободного времени. Никогда. Это, ну, это почти дотичная история. Меня с учебником древнегреческого языка ловили в общественной парной. Потому что везде, с книжками, с компьютером, все привели детей в свою музыкальную школу. Сидят себе, чай, гонят. А я всегда вот как этот, ботаник, вот натурально. К 40 годам, вот как ботаник, где кажутся секунду, давай, давай, беги, сыночек, и сидишь там, пишешь. Это 5 лет, это я до этого уже два университета закончил, хватит. Ну, вот как себя заставить к 40 годам вот так 5 лет прожить? Никакого свободного времени. Постоянно, да мог он ввечь, пиши, 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 читай. Постоянно. Это такое напряжение. Как его выдержать? Появилась какая-то внутренняя жажда. Господь, я хочу тебе пригодиться. Если я сейчас не вложусь, если я сейчас в этот уходящий вагончик не впрыгну, я завтра тебе уже не буду отвечать потребностям дня. Не смогу. В том формате, который бы я хотел. Вот это 5 лет большого терпения. Чудо. Из нас 16 человек начинало учиться на моем университете. Я заканчивал вэльскую программу, это валийский, британский, в общем-то, чтобы проще было понять университет. 16 человек, 3 человека только защитилось. Эссертация. Тяжело. Тяжело. И в тот момент, когда я сказал, ну все, я хотел бы всерьез и надолго, то есть навсегда, в моей жизни стали происходить удивительные вещи, просто реально сверхъестественные. Но времени рассказать вам о этих просто расчудесных вещах у меня уже нет. поэтому я таком на многоточии здесь остановлюсь. Но вещи действительно просто удивительные, сверхъестественные. Я даже не ожидал, я думал, это по приколу, совпадение, но вот уже сколько лет постоянно ощущаю эту заботу. И уж точно не могу назвать себя барванцем. При этом, конечно, я никакой халтурами, подработками не стремлюсь. Конечно, ремесло должно быть на какой-то момент, у Павла тоже было. Стараюсь просто фанатично, по-хорошему, страстно, с радостью служить Господу и браться за любую возможность. У нас сейчас предстоит очень важный момент. Пожертвование. Ну, я никак бы так совпало. Я очень не люблю манипуляции на религиозных чувствах. Я не люблю какое-то манипулятивное давление и эти психотехники в свободе, в ощущении божественной любви, что даже если вы ничего не дадите ему, Бог от вас не отвернется и любить вас как детей не перестанет и даже, я думаю, продолжит вас благословлять. Вот ощущая эту свободу вне какого-то страха оказаться неблагословленным, а просто находясь в божественной любви, от любви, от щедрости, от желания. Уделите сегодня для Господа и это тоже благодетель и почистим наше око сейчас, да? Через наше щедрое дающее сердце. Господь наш и Бог Отец, благодарим Тебя, что у нас есть Твое божественное Слово и Ты не спасал нам книгу Библии. Мы относимся к ней как к Бога духовенному, святому, действенному Божественному Слову и Божественной инструкции для каждого верующего. Помоги нам не просто заучить текст, но постичь богодухновенный, святой смысл этих слов. Благослови то, что было сегодня от Тебя, чтобы оно оказалось в доброй почве наших сердец и то, что человеческое было, Аминькану было, Господь, пусть оно уйдет. Во всем, что мы не делаем, мы уповаем на Тебя и ничего не можем делать хорошо без Тебя, Господи. Ничего не можем делать. Будь нам помощником и прими от нас наши пожертвования, отделяем от любви нашей к Тебе, Господи, от желания служить Тебе и быть угодными Тебе. Да будет слава Тебе, Отче, во имя Сына Тво Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok